В прошлом году в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности органами финансовой полиции было выявлено 447 преступлений. За текущий период времени в данной сфере выявлено почти 500 преступлений. При этом ущерб составил порядка 300 миллионов тенге. Пресечена деятельность 43 подпольных цехов по изготовлению контрафактной продукции. В настоящее время активизирована работа по пресечению контрабандного ввоза контрафактной продукции. В частности, несколько примеров. По Жабыльской области пресечено 13 фактов контрабандного ввоза кыргызскими гражданами, контрафактных MP3, DVD, CD-дисков через таможенные посты Курда и Сыпатай-Батыр. В Алматинской области вылен факт контрабандного ввоза, контрафактных сотовых телефонов через таможенный пост Харгос при содействии должностных лиц пограничной службы Комитета национальной безопасности. Обращаю ваше внимание в то, что по выявлению данного вида преступлений мы не имеем права проводить скрытые оперативно-розыскные мероприятия. Так это преступление небольшой тяжести. Поэтому вся деятельность финансовой полиции сходит только к визуальному, то, что там обнаружили, увидели и все. И предупредить на тех этапах достаточно очень сложно. Кроме того, хотел бы отметить, что отдельные правообладатели и их представители пассивно защищают свои права. Не всегда обращаются в органы уголовного преследования, тогда как их активное взаимодействие с правоохранительными органами повысило бы эффективность борьбы с распространением и изготовлением контрафактной продукции. В целях повышения эффективности проводимой работы, нами внесены предложения в проекты новых уголовного кодекса по усилению санкций за совершение преступлений в сфере интеллектуальной собственности и уголовного процессуального кодекса в части проведения скрытых оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям, за которые предусмотрено наказание свыше года лишения свободы. В текущем году планируется рассмотрение указанных проектов законов депутатами парламента.